Здарова легион! Ну чё, долгий перерыв, а теперь пора начинать дальше нашу сессию роликов по познаванию судьбы. В данном видосике я быстро без воды постараюсь разобрать, что есть синхронизация, на что влияет на тот самый момент, когда ты попал, но урона нет. Оно очень поможет тебе с пониманием вообще всех мультиплеерных проектах. А также если ты обладаешь какой-то информацией, которая тут была недосказана, напиши в комментариях, новичку это пригодится. Ну а мы начинаем! Собственно пора поговорить про самую животрепещущую тему в данном проекте синхронизация. В данном ролике мы узнаем, что это есть, чем ее ведет, какие соответствления и что может на нее влиять, а также некоторые другие фишки, которые вы могли не знать. И в конце ролика ты решишь для себя сам, что это была синхронизация или же все-таки твоё железо плюс твои руки. А начнем с банального, что есть сетевая синхронизация. Где-то на экране всплывает расшифровка термина синхронизации, почитай, если не время всегда можешь поставить на паузу. Если вдруг слова, то синхронизация позволяет определить игрока и противника в нынешнем времени, где он находится и отобразить его с той задержкой, с которой вы являетесь, чтобы не было такого, что он в прошлом числе находится хрен знает где. А дабы вы поняли, что такое рассинхрон в данной игре, я вам покажу записи старых патчей, вы можете сравнить с нынешним временем и посмотреть, как улучшилась синхронизация. А пока ты смотришь данный трэш или же проливаешь скупую слезу олда, мы вспомним про старые наработки разработчиков под названием сетевое сглаживание. Если в двух словах, то данное техническое решение должно было предоставить равные условия игрокам практически со всем пингом, или же хотя бы улучшить состояние людей, у которых пинг выше, против тех, кем они перестреливаются, у которых ниже. Даже тебя помню в каком-то патче это водили, как это работало? Ты сидишь, у тебя типа пинг уменьшается, кто выбегает, видит сидячего человека позже, то есть иными словами, когда ты сидишь на месте, у тебя было преимущество, но это может быть слегка не точная информация, так как я таки не смог найти, когда это было, в каких патчах, но патчи это были древние, актуально ли это сейчас, я не знаю. Вспомнили это, пролили слезу, а теперь переходим непосредственно к пингу, что это такое? Это задержка ввода и вывода, так сказать, общее время, оттуда и обратное отправление ваших данных. Объяснять, почему маленький пинг лучше, я не вижу смысла, все мы живем в 21 веке. Единственное, есть один кец при логических заговорах, то что РУС сервер хуже чем Европа, всем это связано я не знаю, по мне то шо там нормальный пинг и латенси, что тут нормальный пинг и латенси. Если кто-то сомневается в этой информации, у вас есть в свободном доступе IP адрес всех серверов, вы можете сделать трассировку и узнать, есть ли у вас потери или нету, в описании на всякий случай будет все IP серверов WG. Ну что, погнали дальше. Вот собственно и пришел тот самый момент, когда мы поговорим про пресловутый тикрейт. По старинке где-то возникает расшифрование тикрейта, что это такое, с чем его едят, ну конечно же и пару слов я скажу о нем. Тикрейт это частота обновления сервера, для справочки бывает тикрейт такой как 10, 15, 20, 30, потом 64, 128, 128 считается киберспортивным. Как вы понимаете 128 желателен всеми игроками, но увы по моей памяти такое предоставляет только рейтинговый в CS GO. Для понимания, к примеру, в сервере в простом паблике 40, в PvE 20, а вот в рейтинге 50. Чтобы вы имели с чем сравнивать, берем другие игры киберспортивные, к примеру, CS паблик 64, рейтинг 128, Valorant 128, Battlefield 40-128, 128 идет только на официальных серверах. У той же осадки, к примеру, на старте было от 40 до 50, сейчас повысили для 64 и хотят дальше 128 ввести. То есть понимаете аналогию, но как мне кажется, такие сервера с такой частотой держать это очень затратно. А теперь же самый главный вопрос, чем же он отличается, те же там 40-50 от 128. На данный момент я вам покажу картинку, которая полностью лишит вас вопросов. Пожалуйста. Как вы поняли уже, все вопросы на не попал и так далее отпадают. То есть когда тушка шевелится, появляется кровь, но нету крестика, это значит, что на данный момент противник не находится на этом месте. Все это приводит к тому, что маленький тикрейт. Второе. Непосредственно ваш пинг, он же тоже влияет на подачу информации туда и обратно. А теперь вторичные факты, так как отклик мышки, клавиатуры, фпс и частота герцовки монитора. Конечно в идеале вы не иметь монитор с герцовкой 140 или и то того больше. Не забывайте, все это влияет как раз на ваш скилл и не только. К примеру, отображение противника, где он находится с милимайнейшей задержкой, поможет вам быстрее попасть и так далее. И не будет вопросов, а он же тут стоял и я по нему попал. А на деле нет, он уже сместился благодаря пингу, тикрейту и частоте обновления экрана. Последнее именно относится к тебе, если у тебя маленький фпс и маленькая частота, то противник будет двигаться рывками. И увы, никак ты это не исправишь, не обновив железо. А теперь очень важная информация, которую практически никто нигде особо тай не распространял. Почему же все разработчики не перейдут на высокий тикрейт? А все очень просто, чем выше тикрейт на сервере, тем жестче идет нагрузка на ваш пк. Прям вот жестко, поэтому люди там слабым пк или средним, наоборот, даже не смогут нормально поиграть, у них появятся проблемы. А так как продукт ориентирован практически на всех, то и увы, условия должны быть так, что все должны поиграть. Благодаря такой легкой информации, которую я вам предоставил, у вас отпадут вопросы, почему я не попал тут, синхронизация, говно и так далее. Ну насущие вопросы, которые всегда были в данном проекте и так далее. Самое главное, помни, игра должна приносить радость, если ты радуешься, игра и пофиг, что там происходит, что она там есть и так далее. А если ты хочешь еще немного информации, у меня на канале есть несколько видосов про прокачку, про отдачу, как ее контролировать, про артефакты и кое-чего еще. Поэтому зайди, посмотри, может навыки поднимешь, а может и эрудицию в чем-то, но не факт. Продолжение следует...